В уютном обновленном зале межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский подведены итоги оперативно-служебной деятельности межмуниципального отдела за 6 месяцев текущего года и определены задачи по обеспечению правопорядка на следующие полгодия. Перед началом мероприятия наша съемочная группа встретилась и пообщалась с новым начальником межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский. Михаил Тарановский назначен на должность руководителя отдела с 25 июня текущего года. Должность новая, а коллектив отдела и подведомственная территория ему хорошо знакомы. На территории Кашхабльского района уже работаю длительное время, в течение почти 9 лет, только был на разных должностях. В течение 5 лет я был здесь заместителем начальника отдела, начальником следственного отдела и 4 года в качестве заместителя начальника отдела, начальника полиции. До этого на протяжении 14 лет я работал в следственных органах на территории Майкопского района Республики Адыгея в качестве следователя, старшего следователя и заместителя начальника следственного отдела, начальника следственного отделения. По образованию могу сказать, что законченное высшее юридическое образование закончил Волгоградский юридический институт МВД Российской Федерации, ныне Волгоградская академия. По работе, в принципе, отдел и районы для меня не чужие, и работу в этих подразделениях я, в принципе, знаю, личным составом знаком, то есть для меня тут ничего как бы нового нету. Могу сказать, в целом, по работе, личный состав у нас работоспособный, подразделение укомплектовано, сотрудники все, можно сказать, являются специалистами, профессионалами. Да, много молодых, но молодых и перспективных, толковых ребят. Поэтому, в целом, это складывается на оперативной обстановке. Сегодня у нас подведение итогов, как раз планируется, результаты работы подведем, что в целом можно сказать о результатах, ну, если даже сравнивать с аналогичными показателями прошлого года. Показатели в целом по общей раскрываемости и раскрываемость по направлениям деятельности криминальной полиции, полиции общественной безопасности значительно улучшены, значительно больше раскрыто преступлений с направлением их судебной инстанции. Поэтому значительно больше выявляется и административных правонарушений, связанных там с изъятием алкогольной продукции. В том числе проводится постоянно профилактическая работа с лицами, ну, в том числе, учетом того, что ковидные мероприятия, то есть, что с людьми о том, что необходимо носить, соблюдать масочный режим, в частности, в торговых, на территории торговых сетей. Также значительно проводится профилактическая работа с лицами поднадзорными, которые находятся у нас на территории, их больше двухсот. То есть, для того, чтобы данные люди занимались плодотворным трудом, перестали там совершать преступления или опять не попадали в места лишения свободы. Думаю, эта работа принесет тоже свои положительные результаты. Хочу обратиться к жителям Кашхабльского и Шовгеновского районов не только, как говорится, критиковать работу сотрудников полиции о том, что они то-то не сделали, это не сделали. Часто работа сотрудников прикасается с местным населением. И в связи с чем попрошу жителей районов на обслуживание территории оказывать помощь тем же участковым, тем же сотрудникам патрульно-постовой службы. Если вы видите, где торгуют спиртными напитками, не надо там потом говорить о том, что типа вот полиция кого-то там не ищет, не ловит, не изымает. Полиция ищет, поверьте мне, ловит и изымает. Но попрошу, чтобы люди тоже оказывали помощь. Говорили, где торгуют тем спиртным, где с вальсифицированными спиртными напитками, чтобы сотрудники увидели помощь, в том числе и от населения. Это просто беда общая. То же самое хочу сказать, попросить людей. Серьезнейший вопрос – это вопрос преступлений в сфере так называемых IT-технологий. Но, чтобы было понятно, это так, как раньше уже называлось – это телефонное мошенничество. Что можно по этому тему сказать? Преступлений этих становится все больше и больше. Они становятся все разнообразнее и разнообразнее. Но базовое, чтобы не стать жертвой мошенничества и потом не потерять свои деньги, которые могут уйти за территорию Российской Федерации. И много потом, очень много вопросов, связанных с расследованием данных уголовных дел. Первое – никогда не надо по телефону, когда вам звонят, представляются представители банков, представителям чего там, каких-то контор, служб безопасности, Сбербанков. Никогда, ни в коем случае, ни в коем случае никогда нельзя называть свои данные, своих карт. Не надо говорить свои установочные данные, свои паспортные данные. Если надо, пойдите, обратитесь. В каждом районе есть офисы Сбербанка или других этих организаций, от которых часто эти мошенники себя называют. Поэтому лучше пойдите, перестрахуйтесь, обратитесь официально. Не надо считать себя большим докой в сфере работы с интернетом, телефоном. Это во многом поможет, чтобы этих преступлений стало меньше, как вопрос профилактики. На отчетном совещании присутствовали заместитель начальника штаба МВД по республике Адыгея Анна Осовцева, начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Михаил Тарановский, а также руководителей служб и подразделений. Мероприятие началось с награждения. Приказом министра внутренних дел по республике Адыгея номер 732 награждается подполковник полиции Тарановский Михаил Анатольевич юбилейной медалью 300 лет российской полиции. Этим же приказом награждается юбилейная медаль у Нарокова Беслан Аминович, приказом министра внутренних дел по республике Адыгея. Приказом начальника межмуниципального отдела за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей ряд сотрудников были награждены почетными грамотами. Далее, согласно порядку совещания, первым выступил начальник межмуниципального отдела Михаил Тарановский. Он кратко охарактеризовал оперативную обстановку в районе, довел до сведения присутствующих информацию о динамике и структуре преступности, а также конкретизировал имеющиеся недостатки. Оперативно-служебная деятельность за 6 месяцев 2021 года можно прийти к выводу, что криминогенная обстановка на территории Кашхабльского и Шавьеновского районов стабильна и находится под контролем правоохранительных органов. Произошедшее увеличение на 13% количества сообщений, поступивших в отдел Кашхабльский, а также увеличение количества зарегистрированных преступлений на 7,7%, со 130 до 140, ну всего лишь плюс 10, не оказалось существенного влияния на общую ситуацию. На это указывает, в первую очередь, раскрываемость преступлений. Общая раскрываемость составила 87,4% по сравнению с 86,6% в прошлом году. То есть раскрываемость общая увеличилась на 0,8%. Увеличилась раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений 91,7% на 11%. Начальник отдела полиции дал оценку работе каждого подразделения. И в завершении своего выступления он заверил всех присутствующих, что руководство и личный состав отдела входят грамотные и ответственные сотрудники, которые готовы к решению всех поставленных перед ними задач, направленных на оздоровление криминогенной обстановки и защитных жителей Кашхабского и Шевгеновского районов от преступных посягательств.